Моя мама Инна Владимировна Макарова, та самая Макарова, которая Любра Шевцова, дорогой мой человек, ей исполняется в этом году 90 лет, в июле этого года. Она переживала это, она писала это в книге. Когда я читаю, у меня слезы на глазах. Так я это пережила, знаете где? 9 мая в Крыму. Я шла в обнимку с нашими людьми того поколения, они меня пригласили пройтись по улицам Севастополя. Я шла, и я такое чувство испытала, когда бросали цветы под ноги, когда целовали, прикасались к нашим ветеранам как к иконам, как к иконам, подносили вот так детей и кричали «Спасибо, Россия!». То есть это было, честное слово, ощущение того, наверное, только праздника. Второй праздник, который я уже, это я на своей жизни, понимаете, это ничем не сравнимо. Общее ликование, ну да, у тебя бывает ликование, когда у тебя рождается кто-то и так далее, какое-то счастье. Но это общее, общность ликовала в этом. И мне никто не скажет, что это где-то подтасованное. Нет, я видела ликование этих людей, и я знала, что это справедливо. А еще второй такой праздник, я помню с детства в 11 лет, когда полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Все вышли на улицу, все обротались, все обнимались, все целовались, знакомые и незнакомые. Это был восторг. Наш человек в космосе, понимаете? И да, нужны Олимпийские игры, нужны победы, нужна вот эта общность, где мы можем ощутить, что мы народ, а не население. Народ, а не население. И когда этот человек предложил выйти с плакатиками, замечательное явление, бессмертный полк, это же родилось в народе, и это выплеснулось, и это чудо. Это чудо, понимаете? Вот эта историческая память, она должна присутствовать. И в Куликовском сражении, и в памяти о наших декабристов, и в память Александра Сергеевича Пушкина, и в память всей нашей тысячелетней культуры, много тысячелетней культуры, которые у нас есть, это богатство у нас есть. И как только мы возвращаем это либо в книгах, либо в кинематографе, либо в телепередачах, мы возвращаем, ой, неужели это так? Я живу в Москве, надо же, это было вот так, ее сожгли, да? Когда? Почему? Почему папа снял «Войну и мир»? Почему он снял, они сражались за родину? Почему фильмы, которые сейчас смотрятся с дрожью? Потому что его объединяла вот эта общность. мы народ, который постоянно побеждал врага. Мы народ, который вот-вот, только-только, вот сейчас будем лишаться всего-всего-всего, девяностые годы. И вдруг раз, нет, давайте считаться, мы еще живы, мы еще можем. вот поэтому сейчас такое чувство что нужно объединять всех именно в защиту а нашим национального достоинства патриотизма не просто в расхожих фразах а кто что может сделать для общего блага я наших с вами детей для нашего будущего и тогда мы станем я уверена что мы станем процветающей страной